Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Я вас всех приветствую, мои дорогие! Сейчас для вас будет онлайн-расклад, и тема будет называться «Его отношение к вам сейчас». Давайте будем смотреть, как он к вам относится. Одна позиция, поэтому загадывайте любимого человека, представьте его очень хорошо, когда последний раз вы виделись, как вы общались, что между вами было. Все, кто кушают и жуют, приятного аппетита! У кого-то кран течет там, отлично! Так... Кто-то пахнет вкусно. Ну, конечно, весна, весна уже, все. Хочется одеваться, пахнуть. Итак, ваш мужчина, в каких он находится энергиях? Кто этот человек? Кем он является на данный момент? Смотрим. На вас смотрит свысока? Приехать хочет. Смотрите, здесь мужчина у нас пентакливый, женатый. Ну, или несвободный. Может быть, кстати, вдовец, богатенький, мужчина с бизнесом, с положением. Ну, или же поднимается сейчас на данный момент на этом поприще. Есть, возможно, своя машина. Или черная, или белая, да? Как-то два цвета здесь фигурирует. Может быть, какие-то поездки. Он собирается куда-то лететь. Но ждет, когда дороги, может быть, откроются. Когда ему деньги что-то надо поехать, деньги отвезти. Или поехать, деньги забрать. Такой момент тоже есть. Кстати, сейчас у него это и проходит. Здесь поездки могут как за границу быть, так и на каком-то коротком расстоянии. Но что-то здесь работа, работа, дела, продвижение. Он ищет перспективу, где можно расшириться ему сейчас, на данный момент. Потому что долгое время он был в бездействии. А теперь деньги нужны? Конечно, кому же не нужны. Здесь, возможно, мужчина семью кормит. Такой же одноватый он еще тоже. А кто у нас сейчас щедрый, да? В наше время мужчины все же одноватые. Чем он сейчас занимается? Что прям вот секунду вот эту он что делает? Ага, еще. Работа, еще. Он на работе. На работе рядом начальство. Это человек... Давайте скажу так. Если он сам начальник, то рядом подчиненные. Если он сам подчиненный, прям рядом находятся начальники. И его прям как-то хвалят. Знаете, хвалят. Ты такой молодец, ты сегодня то-то, то-то, то-то сделал. Еще немножко на повышение пойдешь. Но коллеги его терпеть не могут, потому что завидует. А он от всех закрывается. Он, знаете, знает себе цену. Здесь мужчина такой... Вот у него такая одна черта характера есть. Не знаешь, она хорошая или плохая. Как бы, как посмотреть, да? Но этот мужчина может пойти по трупам, знаете, если ему нужно. Это такой некий серый кардинал. Ради своего он пойдет на многое. Кто вы для него? А вы для него кто? Все максимально расслабьтесь, руки-ноги не скрещивайте. Кто вы для него? Так, а вы верховная жрица. Отлично! Или ведьма, да? Или такая очень закрытая личность. Женщину, которую он до сих пор не может разгадать. Он уже всех прочитал. Своих бывших, настоящих. Одна вы такая. Такая, знаете, мистическая, загадочная. Он вас прочитать никак не может. Кстати, это ваша фишка. Вот этим вы его и притягиваете. Что он не может вас понять. У вас столько таинств и секретов, что ему всегда так интересно. Что от вас ожидать не знает. Вы этим прям привлекаете его. Потому что вы очень много знаете. Знаете, и это как ваша та же фишка. Что вы иногда такое можете сказать, что у него потом волосы дыбом. И это происходит, на самом деле, то, что вы говорите. У вас блестящая интуиция, естественно. Блестящая интуиция. Вы... Ваша сила в вашей мудрости. У нас не все женщины мудрые. Вас это есть. И ему это очень сильно нравится. Он не любит глупых женщин. Он может ля-ля там, тропаля с кем-то, что-то поболтать какой-то там. Ну, и до свидания. А чтобы он полюбил кого-то, это уж надо женщине быть здесь достаточно такой мудрой, спокойной, тихой. Вот знаете, вот это вот, да, женская мудрость. Вот, если так сказать, женская мудрость. Вот вас это как бы достаточно. Это ему очень сильно и нравится. Ну, и сами вы такая очень женственная. Возможно, длинные волосы. Любите носить и длинные юбки. Ну, по крайней мере, дома, например, да. Вы еще знаете, такой человек... Это тоже очень редкое качество. Когда мало говоришь, больше видишь, много думаешь. Вот вы из той тоже категории. Когда все видит, все понимает. Ничего объяснять не надо. Она уже все увидела. Это вы. Кстати, может быть, у многих из вас очень интересная, редкая, хочется сказать, редкая какая-то профессия. Редкая, но очень нужная причем, вы знаете. Я не знаю, где вы работаете, но у вас какая-то очень редкая, очень нужная работа. Без вас как без рук. Вот как-то так. Да, у кого здесь машина светлого цвета? Он вас как-то видел или на машине этой, или на работе где-то вас видел. Постоянно думает. И знает, как будто, что вы свою машину любите, очень сильно любите. У вас даже на машине должны быть какие-то знаки. Типа там, знаете, как... Как знак... Господи, ну все. Вот сзади как наклейка, и нарисована, например, ведьма на метле. Типа, пропусти дорогу, да, и проклянули, что-то такое, знаете, да? Вот у кого-то что-то... Или какие-то подушечки такие, там, подушечка на сиденьем заднем. То есть какая-то у вас... Вот кто-то прям очень сильно любит свою такую машину. И машина такая, тоже такая, как прокачанная, знаете. Вы и ваша машина – это одно целое. Вот что я хочу сказать. Поняли, да? Машина светлого цвета. Он прям знает это очень хорошо. Что вы... Он даже прям ревнует вас к машине. А что она меня так не любит, как свою машину? Даже здесь такой момент тоже есть. Так, ладно, поняли мы. Так, он что, вас боится, нет? Вообще, мужчина вас боится? Да! Старший Аркан Мак. А знаете, почему боится? Потому что, когда вы рядом с ним, у него все хорошо. А когда вас нет, у него все к чертям собачьим. Понимаете? Ни денег, ни дома, ни работы, ни здоровья. Ничего нету. Знает. Знает. Кошка, чем мясо ест. Да? Знает он. Может быть, действительно, если вы практик, то он понимает прекрасно, что вы там, типа, можете как-то его отомстить, да? А если вы не практик, обычная женщина, он просто понимает, что вы прокаченная. То, что вы очень ресурсная, женщина грамотная, без ваших подсказок. Ему ни туда, ни сюда, никуда. Поэтому, когда вы рядом, у него все хорошо. А когда без вас... Я же сколько раз говорила уже. Вы посмотрите, вот если взять мужчину женатого и неженатого. Вот все мужчины женатые, это все успешные мужчины. Практически все успешные мужчины. А если мужчина неженатый, у него ничего не получается, ему должна быть рядом женщина. Если он будет один бобелем, как вот этот, понимаете, закоренелый холостяк, он никогда наверх не поднимется. Он будет на одном своем уровне торчать всю жизнь. И все, зарабатывай какие-то гроши там, несчастные. И ему будет в кайф. Чем если у мужчины есть женщина. Она его так вверх будет поднимать. Это потому, что это природа уже заложена. Как это тут просто так не скажешь, понимаете? Это здесь природой заложено. Что мужчина всегда поднимается вверх за счет женщины. А если это его супруга, она его все равно. Я всегда говорю, возьмите всех великих президентов. Вот далеко ходить не надо. За любым сильным президентом. Ну вообще, за ним всегда какая-нибудь маленькая хрупкая женщина стоит. За его спиной, правильно? Но у этой хрупкой маленькой женщины, так скажем, в кавычках, очень сильный характер. Иначе ничего из него не получилось бы. И вот здесь то же самое. Он имеет здесь мужчина, имеет женщину вот такого же плана, о котором я сейчас говорю. Сильную умную женщину, которая готова была в него качать и поднимать его вверх. Вот он так и думает. Пока я с ней, у нас все хорошо, у нас любовь-морковь, и у меня все дела и деньги, все-все, как надо. А как только мы с ней там расстаемся, и все у меня тут сразу, блин, все вниз. У меня деньги уходят, у меня проблемы, у меня с бизнесом, с дела, с работой, с начальством. Все по швам трещит у него. Он болеть начинает? Конечно, вас боится. В том-то и речь, что он вас боится. Даже, может быть, здесь многие скажут, да, конечно, я ему там отправила такое. А многие скажут, я ему вообще ничего не делала. Ну и отлично. Потому что здесь такая реакция пошла, ничего делать ей не надо. Не качайте энергии, вы не рядом, ничего не делаете, и у него все вниз идет. Мужчина же сам себя прокачать-то не может, конечно. Откуда же ему ресурсы-то брать? У него нет вот этого, понимаете, нижней чакры. Там она не так работает, как у женщины. Откуда же ему качать? У них у вечно там верхняя вот эта вот прокачанная. Да откуда они энергию берут? С космоса, да? Ладно, идем дальше. Идем дальше. Его отношение к вам на данный момент. А ну-ка, дайте мне. Ага, еще. Ой, господи. Как сразу мы начинаем мыслить глубоко, когда остаемся одни, да? Потому что что имеем, не ценим, потерявши плачем. Здесь такой мужчина, знаете, упертый как баран. Не глупый вроде, не дурачок, но упертый – это кошмар. И до него только доходит тогда, когда он остается один со своими проблемами. Он начинает понимать, что когда вы были рядом, проблем не было. У вас нету, проблемы есть. Отлично, логика мужская тут включается. В чем проблема? А в том проблема, что у тебя бабы этой нету, все. Давайте еще скажу так. Если вы все-таки были в браке с этим человеком и развелись, он уже сто раз пожалел, что он развелся. Сто раз пожалел, что развелся. Если мужчина до сих пор с вами в отношениях в браке, он боится развода, а он потому что понимает, что потом будет, что он потом вообще нафиг никому не нужен, ни одной женщине. А такого, как вы, вряд ли сможет найти. Ну, потому что, извините, дур у нас тоже хватает, знаете, вот таких вот. Кто ему что может там дать? Это беда, знаете, я всегда говорю, когда мужик дурной в отношениях, в семье, это еще полбеды. Но когда женщина дура, тот получает все буквально. И муж, и дети, и семья, все получают. Потому что от своей дурости женщина столько может наделать. Вот здесь боится дуру найти в будущем. Если вы еще не в браке с этим человеком. Но он боится, что потеряет вас. Он боится вас потерять. Да, может быть, вы сейчас скажете, я, а он у меня уже потерял. Но это вы так думаете, он и об этом еще не думает. Он считает, что еще не потерял. Поэтому боится. За вас держится, так или иначе. Он собственник, он вас очень сильно ревнует, имейте в виду. Идет ли за вами здесь слежка? Потому что мне уже показывают, что идет. Давайте я проверю, идет ли за вами слежка. Еще. Еще. Да, еще. Ну, конечно. И вы знаете, не дай бог, если он узнает, что у вас кто-то появился, он будет ругаться. Я не знаю, он будет писать. Он будет какие-то издевки писать куда-то там в соцсетях. Он будет или приедет к вам, прям вот приедет открытым текстом к вам на выяснение отношений. Он будет вам говорить, как я тебя любил или как я тебя люблю. И как ты могла так поступить? Ты нашла мне мужика, мне замену ты нашла. Какая ты женщина. Он будет вас оскорблять. Он будет вас унижать. Потому что для этого мужчины вас потерять это хуже смерти. Он включит абсолютно все. Вот все свои мужские какие-то доводы. Он вас уличит там в какой-то неверности. Он вам там будет доказывать, что вы ше, бе, хе и все остальное. Понимаете? Это не дай бог, если он увидит, что у вас кто-то есть. Здесь будет капец просто. Он боится вас потерять. Он поэтому за вами наблюдает каждый день. Потому что очень сильное чувство к маме. Он вас любит. Он без вас не может. И он считает, что бы между нами не было, мы все равно вместе. Почему она должна искать мне другого? Мне в замену. Почему? Интересный вопрос. А почему нет? Почему ты считаешь, что здесь женщина должна быть верной тебе? С какой-то стати? Никто никому ничего не должен. Посмотрите, какую. Видали? Вот до такого человека очень трудно что-то доходит. Ему что-то объяснить невозможно. Потому что у него железобетонная мужская логика. Вот он сказал, что баба это все. Должна сидеть дома, готовить щи, борщи и ее место на кухне. И объясни ему что-то иначе. Еще. Да, вот видите? Четыре стены. Этому человеку что-то объяснить невозможно. Он как будто родился в седьмом веке. Я говорю серьезно. Почему считает, что вы должны быть с ним? Потому что вы одна из лучших. А здесь мужчина всегда должен по жизни иметь все самое лучшее. Он так считает. А вы одна из лучших. Почему эта одна из лучших должна достаться другому мужику? Я что-то не понял тут. Здесь мужик такой может включить свое мужское я? Что это просто у него зашкаливает настолько мужская логика? Что ты начнешь заикаться и думать, боже мой. С чего он это взял вообще, а? Блин, неужели так все мужчины думают? Он будет говорить, да. Мужчины все так думают. Мужчины все так думают. Это столько нервов надо, чтобы ему что-то перечить, переубедить его. Чтобы здесь как-то донести до него. У него просто железобетонное. Он как дровосек, знаете, с мозгами такими железобетонными. Как будто где-то, я не знаю, вот в деревне какой-то, вот, я не знаю, в глубинке Сибири родился мужик у нас тут. В седьмом веке. Все. Да. Его отношение к вам. Ну, все, он считает, что вы по судьбе, вы его, вы не имеете права ничего там решать за себя, за него, что вы хотите уйти, найти себе другого. Вы не имеете права на это, да. Вы должны его ждать, вы его должны любить, вы должны его слушать, но в первую очередь вы должны быть женщиной. Вы не мужик, вы женщина, и знай свое место, а твое место на кухне, вот и все. Вы должны быть в семье, его радовать, рожать ему детей, конечно, и ждать его, как он скажет, так и должно быть. Его слово вообще закон. Да, он закон, все, он есть закон. Он есть вообще суть всего мироздания, понимаете? И он докажет вам, что Бог первого создал Адама, а Еву из его ребра. И не поспоришь, правда? Вот у него таких масса будет доказательств. Где твое место, а где его место? Тут мужчина просто вот, он эгоист, конечно, он эгоист, естественно. Он эгоист, он не любит проигрывать, он любит быть всегда на коне, и причем не важно, он прав, не прав, он во всем прав, блин. Потому что я так сказал, потому что так верно, докажи теперь обратно, что это не так. И он постоянно какие-то доводы, доводы, доводы. С этим, у него очень сложный характер. Давайте так скажем. У этого человека очень сложнючий прям характер. Как вас с угараздело с ним познакомиться? Ну, не знаю. Не знаю. Очень сложный человек. Такой скептик. Такой критик. Причем критику сам не воспринимает. А критикует отлично. Абсолютно всех. Он бы сейчас и меня тоже раскритиковал бы, знаете? Он сейчас мне доказал бы, что я вообще никто и гадать я вообще не умею. И все логически доказал бы, что карты это вообще ничего. Что их не существует. Вообще ничего в мире не существует. Кроме него. Так. Хорошо. Он с вами быть хочет, нет? Многие сказали, Яна, ты почему такой вопрос задаешь? Я уже не хочу быть с ним. Нет, давайте посмотрим. Но мне дальше. Чем дальше, так интереснее. Что там дальше? Он хочет быть с вами? Ну, конечно. А он прям ждал этот вопрос. Он прям ждал этот вопрос. Да, естественно. И вы знаете, прям такое ощущение, как будто ваш час, ваш чаш... Ой, блин. Ну все, меня уже тут этот зашкаливает. Ваш час приближается, девочки. В каком смысле? Потому что он что-то готовит к вам. Как и в наступлении. Тут, видите, жезл тут у него там в цветочках уже весь. Да, июнь, июнь, июль, июль, август. Это прям вот лето. Это просто вот жар. Это просто огонь. Вот он что-то прям готовит. Так, а что именно? Здесь страсть очень сильная к вам. Да. С вами увидится. Он прям хочет всю вас. Потому что вы прям... Вас забыть он не может. Он вас что, голый видел? Не может забыть вашу фигуру. Очень сильно хочет. Здесь сексуальная страсть к вам. Вы его женщина. И не важно, если вы находитесь даже за границей. Готовьтесь. Он тоже готов приехать, приплыть, прилететь на своем пропеллере. Он действительно хочет к вам приехать. А ну-ка, давайте еще. Контрольный выстрел. Он хочет к вам приехать. Вы императрица. И девятка пентакливая. Очень хочет. Но у него пока все упирается в деньги. И еще впирается у него в то, что как вы на это посмотрите, чтобы он приехал. Как вы смотрите на то, чтобы он был с вами. Он на все это, понимаете, как реагирует. Она хочет меня. Здесь еще кто-то из мужчин был бы не против, если вы сами его пригласили бы и за него заплатили бы. Потому что вы, ну, как сказать, обеспеченнее, чем он. Он у него денежек мало, а у вас больше. Поэтому было бы хорошо, если он меня пригласил бы сама к себе. Ну, кто-то так думает из мужчин. А так, в принципе, да. Конечно, он соскучился. Здесь сексуальная страсть. К императрице мужик стремится. Как нет? Да, естественно. Естественно, потому что вот прям уже сил никаких нет. Я хочу быть с ней. Сколько я тут терплю уже? Сколько я тут уже жду? Сколько можно? У меня уже горит тут уже все. Цветочка хуже тут у меня. Да? Вот. Кто возле воды? Вы или он? Кто должен пересечь эту воду? Сколько можно терпеть? Сколько можно терпеть? Я хочу приехать. Он хочет приехать к вам. Тяжело очень. Дорога к вам идет. Очень тяжело у него идет дорога. Да, потому что ресурсов мало. Денег нету. Все упирается же в деньги. В сильное желание, в действие. Этого тоже все мало. Все исходит из денег. А денег? Нету денег. На билет надо. Ну, купить надо билет. Он дорогой. У меня денег нету. У меня то деньги, то туда, то сюда. Я вообще без денег. Я больной. Я тут болел. У меня много денег ушло. А к ней ехать, она богатая. Ну, куда я сейчас поеду с одними грошами, да? Потому что он вас видит более обеспеченной, чем он сам. А без вас у него там все вниз пошло. Да, помогла бы она мне. Дала бы на подаяние. Помогла бы как-нибудь. Позвала бы сама. Было бы, конечно, для него хорошо. Может быть, он ждет, когда ему дадут денег. Там, зарплату. Или еще что-то, да? Может быть, он ждет. Или бумаги, или документы какие-то он ждет, чтобы к вам приехать. У него сейчас не получается. Такой момент тоже есть, да. И он думает, что она ждет меня. Она пока еще, пускай, вот в чувствах. Она не может меня сейчас бросить. Я, конечно, боюсь ее потерять. Но я думаю, что она меня еще до сих пор любит. Что меня до сих пор еще ждет. Она во мне нуждается. Она без меня тоже, наверное, не может. Ух, моя ведьмочка, да? У кого черные кошки? Кто себе там карьеру строит? Он видит, как вы карьеру строите. Он прям гордится. Что, ох, у меня женщина такая. Ох, у меня женщина такая. Все может, а? А чего он боится? Что в страхах? А у него страхи есть, страхи есть. Что чем выше вы идете вперед, тем больше он как-то за вами, ну, не может никогда, не поспевает за вами. Страхи есть. Чего он больше боится? Что связано с вами? Какая боязнь у него? Что вы его не захотите? Да. А вы дама обеспеченная, девятка пентакливая. Ой, господи, дама пентакливая. Он боится, что вы сами зарабатываете, квартира есть, машина есть, но все как бы есть, понимаете, да? Где жить есть, зарплата есть, стабильность есть, все, финансовая подушка в виде кресла под вами есть, вы красивая, ухоженная. Зачем мне он нужен? Я пойду себе сейчас богатого найду, обеспеченного найду, такого же, как я себе найду. Вот этот мне чудик зачем нужен, а? В него вкладывай силы, поднимай его, управляй, направляй, а он мне здесь будет еще свои эти, что ли, приполность вставлять. По бабам будет бегать, пить мне будет, нафиг он мне нужен, а? Вот что он боится. Поняли? Вот этого он боится. Что вы настолько самодостаточная, уверенная, красивая, обеспеченная, нафиг он вам нужен. Вот что он боится. А он маленький мальчик, который ни ухаживать не умеет, ни подарки делать не может, ничего не может и приехать нормально не может, ни документы у себя там в стране сделать не может. Ой, спиди, ай. Все, что он может, написать вам только в интернете, вконтакте. Привет, как дела? С Новым годом, с днем рождения. Угу. Ну, он что дурак? Нет, он понимает, что нужно взрослеть. Он это понимает, что уже хватит, на тебя уже как на дурака смотрит. Ты когда уже вырастешь, он понимает это, что надо взрослеть, конечно, уходить надо от всего вот этой, вот этой вот переписки интернетовской какой-то непонятно. От этого всего уже нужно к серьезной жизни, к семье нужно идти, к семье, к разумности, к мудрости, счастье получать надо. Не где-то там с девочками переписываясь, с Глашей, с Наташей, не знаю, там, одной писать люблю, второй. Чтобы жениться уже нужно и получать удовольствие от жизни в семье, в доме, в стабильности, в достатке. Да, что надо по-новому глядеть на эту жизнь. А у него все так еще, знаете, где-то в голове старый какой-то сценарий, он по-новому же не может. У него вечно там старый проект какой-то срабатывает. Он вообще созрел для серьезных отношений, для семьи, например. Давайте посмотрим, готов или нет. Он устал, сам устал от разбивания вот этих сердец. Ему разбивает сердце, он разбивает сердце, ему разбивает сердце. Он же от этого сам устал. Так, он к серьезным отношениям готов, к семье, к браку, нет. Почему? Потому что были попытки, ничего не получилось. Нужна стабильность, расстановка, работа над собой, зарабатывать деньги надо, деньги вкладывать надо, в семью вкладывать надо, для дома всего делать надо. Пока ничего не может он. У него уже были попытки, ничего не получилось. Может быть, разведенный мужчина, да, или же с вами расстался, если вы его жена. А почему не получается? Потому что нужен туз Пентакли, понимаете? Пентакли это материальная сфера, это стабильность и достаток и постоянство. Вот с этим у него беда. Не заработать не может, не стабильность в дом принести. Его дома постоянно нету, где-то шляется, мотается. Ничего он не может дать своей семье. Его самого в семье тоже нету. Нет, не готов. Не готов. У него жезл, понимаете, впереди вселенной всей. Откуда он может что-то дать в семью? Работать много надо. Давайте даже еще так скажем, да? Человеку надо много работать, чтобы заработать. А он и работать много не хочет. Он дурака валяет в интернете с девочками. Вот что ему хочется. Какая работа? 2-4 часа в сутки. А чем он должен думать, о каком заработке серьезном? Ему с девочками хочется, ля-ля, трополя? Карта дьявола. Конечно, ему погулять же. Ему там выпить, пойти с дружбанами, посидеть там, пивасик, рыбки, воблы. Понимаете, по столу так постучать. Что там еще ему? Наркотики у кого-то, тюрьма у кого-то. Что там еще у кого? Курение. Что у вас там курит, обкуривается? Дым в голове, башка не работает, мозги на бекрень. Кто здесь мужчина? Что здесь за пацан, который никак не вырастет? Или ему так все надоело, что он прям, уходя в дьявола, от этого всего прямо тащится. Понимаете? Он понимает, что из этого нужно выходить. Нужно быть нормальным. Потому что, ну, ну, уже не молодеет с годами. Стареет. Она старости лет. Дай бог пусть скажет, чтобы он еще там до 50, до 60 дожил. С этим дьяволом. Он далеко с ним еще не уйдет. Он его постоянно искушает. Он Фемиду должен включить, справедливость должен включить. И по справедливости думать, нужно мне пойти гулять или нет. Нужно мне там колоться или нет. Нужно мне напиваться или нет. Нужно мне к этим бледям идти. Я не знаю, куда он там ходит. Надо ли мне это все в жизни или нет. Или жить нормально, как мужчина, в семье. Что мужчина с этим приходит. У него миссия. Миссия быть в семье. Оставить после себя поколение. Своё будущее. Это его дети. Это его внуки. Это его правнуки. А у этого в голове так, видать, еще там что-то. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Да, я тут еще гуляю. Я еще молодой. Я тут еще бабу выбираю. Какая баба мне тут родить, наверное, думает. У этого мужчины беда в том, что он, я не знаю, сколько ему лет, но он никак не может определиться с женщинами. Вот до конца полностью определиться с женщинами не хочет. И не может. Очень тяжело ему. Потому что он считает, если я сейчас возьму эту женщину, может быть, я эту упущу. Сейчас я с эту, за эту захвачусь, я, может быть, эту упущу. Ну, может быть, я что-то там, понимаешь ли, как боится упустить самое лучшее. Это может быть Софи Лорен, а это Анджелина Джоли, блин. А как мне быть? А вдруг одну из них я сейчас упущу? Как-то так, знаете, я пример рассказала. Примерно как-то так. Боится упустить самое лучшее. Нет, чтобы от одной женщины, да, иметь детей, с ней идти по жизни, да, трудиться, ну, вкалывать там, я не знаю, вместе, создавать семью. Ну, нет, это что-то у нас прыгает, прыгает, что самое лучшее, что-то ищет. Черновик пишет еще. Да, потому что боится, ну, как это так, вдруг я упущу самый хороший шанс, как я потом со всем этим буду жить? Ужас какой. Это, наверное, мужская логика, да? Упустить самое лучшее, как он потом с этим будет жить? Да, интересно. Да, в подвешенном состоянии. Поэтому у него вся жизнь в подвешенном состоянии. Убыйцу боится упустить самое лучшее. Здесь мужчина не любит подчинение. Он любит сам выбирать, он не любит быть подкаблучником. Так, ладно, все, надо здесь уже закрываться, закругляться, потому что я уже сейчас начну звереть с ним. Да, потому что он император у нас тут. Он император, он все сам решает. Решала такой. Он все решает, никак решиться не может. Уже постарел, борода уже седая. А он все решает у нас тут. Все, знаете, выбирает. Сегодня одно, завтра второе, послезавтра третье. А у него по колесу фортуны, знаете, как жизнь, как американские горки. То вверх, то вниз. Нету стабильности. Он так и живет, как одним днем. Как одним днем и живет. Как ребенок, видите? Шестерка кубков, детская карта. Как ребенок, будущего не видит. Да, так, смотрит. Да, я еще успею. Все, у меня пока детские мозги. Да, у меня там женщина за меня все решит. Да, а я тут буду и так, и так, и так. Да, двойственно вести себя. Я же одиночка по жизни, по-любому. Никто меня не понимает. Все, все карты. У него хитрости, обманы, манипуляции, интриги. Он поэтому со всеми и спорит. Он поэтому со всеми и спорит. Он всех пытается перехитрить. Он считает себя самым умным. На самом деле, самый глупый. Вот такой был расклад. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И самое главное, будьте счастливы. Пусть у вас в личной жизни все будет хорошо. Я вас всех целую, всех обнимаю. И до скорых встреч. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...